Пособница Кремля и та еще пропагандистка Маргарита Симонян вместе со своим коллегой по пропагандистскому фронту Соловьеву призвали всех не стесняться того, что Россия бомбит Украину и радоваться ударом по инфраструктуре. «Мы бомбим каждый день, видит Бог, мы этого не хотели», — сказала она, отметив, что российские оккупанты добрые, вежливые и даже в чем-то короткие. Ее измеляют люди в очень высоких кругах, которые боятся называть вещи своими именами, потому что это может вызывать бурную реакцию на Западе. Кровожадная пропагандистка призывает не обращать внимания на бомбежки украинцев. «В РФ другая проблема. Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться. Если мы умудримся проиграть, ГАГа ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Масштабы катастрофы, которые обернется все для нашей страны даже, представить себе нельзя», — подытожила Симонян. Напомним, не так давно Симонян отметилась шуткой о гибели людей в Польше из-за ракет РФ и резко дала заднюю. Вот и у Польши появилась своя Белогородская область. «А как вы хотели», — написала она, но получила порцию критики и хейта со стороны россиян. Жители Белогородской области в разных выражениях обрисовали пропагандистке ситуацию и рекомендовали ей не комментировать происходящее в таком тоне. Другие признали, что не поддерживают войну и не хотят очередной волны мобилизации. Третьи поинтересовались, почему супруг Симонян сидит дома, а не защищает РФ на фронте. Через четыре минуты после первого поста пропагандистка перепостила сообщение по польскому инциденту от коллег. В этом сообщении Симонян, выражаясь ее же словами, дала заднюю.